Азербайджан одержал очередную военную победу, полковник Джалил Халилов несомненно, итоги контртеррористической операции, проведенной азербайджанской армией в ответ на провокацию воскресения Армении 13-14. С сентября можно назвать очередной военной победой Азербайджана. Об этом, сказал в комментарии Дэй, Эйзи-заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, военно-политический эксперт, полковник Джалил Халилов. По его словам, азербайджанская армия в очередной раз продемонстрировала свой профессионализм. Были заняты важные позиции, что теперь не позволит армянской стороне подвергать обстрелам освобожденные районы Азербайджана. Был установлен контроль над рядом стратегических господствующих высот. В целом, наша армия взяла под контроль более 50 боевых позиций противника. Была подавлена армянская система противовоздушной обороны, выведены из строя средства радиоэлектронной борьбы, уничтожены десятки единиц артиллерийских орудий и прочей техники, разбомблены позиции. 538-й отдельной горно-стрелковой бригады в направлении села Зот на границе с Кельбаджарским районом, разгромлены пусковые установки двух дивизионов С-300 и столько же, С-125. К сожалению, были жертвы, но они не остались неотмщенными, армянская сторона понесла еще больше потерь в живой силе. Азербайджанский народ всегда будет помнить шахидов, благодаря героизму которых наш флаг сегодня развивается над позициями противника, а люди, которые вернутся в освобожденные районы, смогут чувствовать себя в безопасности. История доказывает, что и государство, и флаг существуют потому, что были те, кто не жалел своей жизни во имя Родины, те, кто погиб, кто воевал и сегодня подает пример мужества новым поколениям. Азербайджан пережил все выпавшие на его долю испытания благодаря высокому духу патриотизма и героизму нашего народа. Шахиды — наша гордость, они будут вечно жить в сердцах нашего народа, каждого азербайджанца, и последующее поколение будут вспоминаться их с любовью и благодарностью, — сказал Джалил Халилов. Зам главы организации ветеранов напомнил, что Ереван неоднократно призывался к выполнению пунктов трехстороннего заявления — к работе над мирным договором и нормализации отношений с Азербайджаном. Вместо этого Армения прибегает к провокациям и старается любыми путями увернуться от подписания мирного договора, устраивая провокации на границе. Однако эти попытки ни к чему не приведут, потому что азербайджанская армия готова к любому сценарию, подчеркнул военный эксперт.